Как было время, до самого 96-го года я перед этими иконами тоже предстоял. Кирилл, если вы вспомнили, сказал однажды, но я не слышал это, правда, но я слышал из уст других иерархов нечто подобное, что не стоит именно к самой иконе обращаться, а именно концентрироваться на первом образе, закрывать глаза, стараться, или же вообще смотреть на пламя свечи, чтобы максимально думать, не представлять перед собой эту икону. Но все равно подавляющее большинство людей православных, 99% и 90% научены именно предыконой предстоять, взирать на нее. И хотя есть такие отговорки, очень древние отговорки, еще там в 6-7 столетиях возникли такие лжеучения, что вот через образ на первый образ мы не самой иконе поклоняемся, а тому, кого она изображает. Ну, абсурд, конечно, потому что в первых веках христианства такого учения не было, во-первых. Это противоречит писанию, истории, здравому смыслу. И был такой Леонтий из Няполя, который это учение в христианстве провозглашал. Но язычники в древности, там Апулией, тот же самый, метаморфозов своих, он писал те же самые учения. Язычники в древности верили в те же самые догматы. Через образ на первый образ перекидываемся. Вот, но, братья и сестры, непосредством изображения мы должны обращаться к Богу. А лично, к Нему, без последствия изображения. И это очень важный момент. И до тех пор, пока люди будут научены так, обращаться через образа, то освобождение от оккультизма чисто идейными убеждениями невозможно достичь. Потому что люди все-таки, все равно, они обращаются к иконам, целуют иконы, перед ними преклоняются. Вот, и это есть религиозный оккультизм. Но, не это есть самая большая проблема оккультизма. Самая большая проблема оккультизма, это молитва за упокой, молитва, как таковая, вообще за умерших, и поклонение пред мощами. Останки человеческие, которые выставляются для поклонения всевозможных, это есть вульгарный, махровый оккультизм, который процветает по всей России, матушке. Больше того, даже в новых храмах, строящихся в наши годы, последние годы, упрямо, по-прежнему, вот эта оккультная традиция продолжает существовать. В основании каждого храма мощи вставляются, определенный, значит, и престол, антиминс, все это снабжается останками человеческими. То есть, вместо того, чтобы это безумие остановить, сегодня, к сожалению, опять-таки, все это по вине иерархии, это не простой народ, понимаете ли, в этом больше виновен, и иерархия сама виновата, и епископы, и патриархи, и священники. Так вот, эти мощи вшиваются, вставляются для поклонения. То есть, опять-таки, это безумие, оно, казалось бы, нельзя остановить его, но можно. Допустим, ну, не очень удачный, можно быть, но пример есть такой в истории, интересный. После Второй мировой войны в католицизме был такой второй собор, Ватиканский собор 60-е годы. И все-таки, при всем при том, что у католиков было проблем, да и сейчас не меньше нашего, но все-таки они смогли переступить через некоторые вот эти вот древние заблуждения, и смогли после Второго Ватиканского собора, ну, будем так говорить, ограничить поклонение мощам, по крайней мере. По крайней мере, в новых костелах, построенных после 1964-1965 годов, значит, нет мощей, как таковых, нет для поклонения мощам этих всевозможных, значит, саркофагов, там, чеков, там, прочее. Вот, и я сам свидетель этому всему, потому что одно время часто бывал в костелах, проповедовал, когда приглашали меня, и в Варшаве, тоже в Польше, значит, и в других, значит, странах, и, знаете ли, в Украине самой, и в новых костелах нету этих мощей. То есть, они смогли переступить через древнюю такую традицию. Я думаю, что, значит, Кирилл, если он решится, он сможет это сделать тоже. Тем более, что я сам лично помню его высказывания еще в 91-м году, меня только руководили в священники тогда, как раз первый месяц он служил священником, и было его интервью опубликовано тогда, и в журнале, по-моему, «Родина», и других журналах некоторых, и газетах. И интервью, значит, где говорилось там больше о еврейском вопросе, и говорилось, значит, что думает иерархия. И вот Кирилла спрашивали, он, как Смоленский, Калининградский, архиепископ, по-моему, тогда был еще, или, может, митрополит, не помню сейчас точно, значит, и он сказал так, что в духе Второго Ватиканского собора не поймем пересмотреть вопрос этот, значит, и отказаться от практики проклинания еврейского народа. То есть, как бы, я не помню, я не знаю, помнит ли он сам сегодня свое интервью, но тогда оно сделало много шума. Потому что высказан иерарха православного о том, что необходимо пересмотреть предание или традицию в духе Второго Ватиканского собора, это было, по сути, призывом к реформации. Вот, и потому что для католического мира Второго Ватиканский собор это собор-реформаторский собор. Ну, они глубинных вещей, к сожалению, не изменили, но многие оккультные традиции, слава Богу, они переступили через них и отказались от них. Вот, в том числе национальные языки, служение на национальных языках, это тоже заслуга Второго Ватиканского собора. Я разговаривал лично с одним из старейших священнослужителей Польши, он был тогда еще молодым священником, был делегатом на Втором Ватиканском соборе, молодым священнослужителем совершенно еще тогда, и он рассказывал, что это было таким шумом, вообще таким шоком, что первые месяцы по возвращению в Польшу они даже боялись рот открыть и честно объяснить своим прихожанам, что там совершено было вообще. Боялись, потому что думали, люди не поймут, не примут это. С поколевиков привыкли молиться на этом латинском языке, и вдруг, значит, на родном польском можно место будет заслуживать. Но когда попробовали, людям понравилось. Ну и были недовольны, конечно, они и сейчас есть там в Европе, есть старая католическая церковь, пожалуйста, но их очень, это маленькая секта такая, небольшая. А в целом люди поняли. То есть, если сейчас, допустим, все-таки хватит мудрости, допустим, перейти на понятный людям русский язык в церквях служения, я думаю, будут недовольны, конечно же, они останутся, как есть старобрядцы, староверы, пожалуйста, такие сектанты, они сейчас там кто по двалам прячется, кто еще где. Вот, значит, но, вы знаете ли, значит, все-таки, я думаю, основная масса православных поймет правильно это все и отреагирует адекватно, и примет это. Вот, и, ну, я думаю, что это нормально в России молиться на русском языке, допустим, да? Я думаю, что это будет. Это запрещено, и молится. Есть те, где есть, на русском языке. Нет, я официально говорю, что это запрещено. Запрещено. А я говорю, что это есть. Хорошо. Я знаком лично с Кочетковым, с Чистяковым был знаком спокойно, с Борисом Александром, но официально запрещено до сих пор. Запрещено. Пока молимся об этом, чтобы Господь повлиял на Иерархию. Хорошо. Но, господа, скажу, что самое важное сейчас все-таки, на чем закончить, что завтра будет еще вопрос, ответы будут, на счет, я понимаю, так. Но пусть вот в наступающем дне Господь побудет многих из вас, именно молиться за реформацию правоставности. Мы нуждаемся в этих молитвах. Очень нуждаемся. И в ваших же интересах. Потому что вам же лучше будет. Аминь. Если реформация будет правоставности, вам же лучше будет, легче будет, чем нам. Аминь. Благостоветный, пробуди христиан к молитве Господь Божия и грешников Божия, приведи к спасению Божия. Пусть тысячи священнослужителей по всей Руси Матушки Божия пробудятся от многолекового этого сна греховного Господь и принесут Евангелие Иисуса Христа к грешному людям Господь Божия для спасения людей, для исцеления больных Господь, для освобождения от греха Божия. Благостоветный Господь Бог, наш Царь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.